21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Это праздник работников администрации, городских округов, поселений, территорий федерального значения и муниципалитетов. Отмечает свой профессиональный праздник и администрация муниципального образования Северский район, а также каждого из 12 поселений. Сотрудники местного самоуправления работают на благо более 120 тысяч жителей нашего района. Кто работает в администрации все до 6-7 утра и до упора, до вечера, до 10-11 и порой даже без обеда, чтобы выполнить поручения. В администрации Северского района созданы отдельные управления. У каждого из них вполне конкретные задачи, которые необходимо решать. Молодежная политика, образование, сельское хозяйство, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, организационно-кадровая работа. Вот неполный перечень направлений, которые охватывают сотрудники районной администрации. Важную роль играет своевременное участие в федеральных и краевых программах. Это уникальная возможность привлечь в местный бюджет дополнительные средства для улучшения жизни граждан. Районные и местные администрации взаимодействуют со всеми службами и ведомствами, проводят совместные совещания и рейды. Верные помощники в любых начинаниях – представители казачества. В постоянном диалоге с местным самоуправлением находятся представители общественного совета, руководители ТОСов и квартальные. Именно местное самоуправление ближе всего к простым жителям. Поэтому каждый может обратиться к представителям муниципальной власти напрямую. На регулярной основе проходят приемы по личным вопросам, как в поселениях, так и в районной администрации. Здесь присутствуют не только главы, но и профильные специалисты, которые готовы дать консультацию и взять вопрос в работу. Очень благодарен за то, что вы поднимаете вопросы острые, порой даже бывают запущенные, но их реально надо поднимать. И благодаря таким, как вы, жителям Станицы и Северска, и других населенных пунктов, и Ильского городского поселения, и Афибского, о чем это говорит? Это говорит о том, что люди неравнодушны к своему месту проживания, там, где они живут. Они беспокоятся за свое поселение. Чрезвычайные ситуации – всегда вызов. Причем не только для сотрудников управления по делам ГОИЧС, но и для всех работников местного самоуправления. Важно вовремя оказать людям помощь, где необходимо эвакуировать население, доставить продукты и, главное, ликвидировать последствия стихии, а также принять меры по профилактике чрезвычайных ситуаций в будущем. Специальные комиссии оценивают причиненный ущерб для начисления материальных компенсаций. Именно по такой схеме работали сотрудники администрации во время подтоплений зимой 2022 года. Уже в апреле в районе прошли командно-штабные учения, чтобы все службы и ведомства были в полной боевой готовности. Такие учения у нас не первый раз проходят. За эти три дня мы максимально должны будем отработать поставленные цели и задачи, связанные с половодием и пожаротушением на нашей территории. Немаловажная сторона жизни поселений – их благоустройство. Помогает в этом краевая программа формирования комфортной городской среды. Благодаря участию в этом проекте в районе постоянно приводят в порядок все новые общественные территории. Не забывают в Северском районе и о санитарном состоянии. Субботники у работников администрации стали доброй традицией, позволяющей сделать каждое поселение чище и краше. Стараются разнообразить и культурную жизнь жителей района. Последние годы, связанные с ограничениями, внесли свои коррективы. Многие мероприятия перешли в онлайн-формат. Но когда эпидобстановка позволяет, для жителей организуют концерты, выставки и другие развлекательные мероприятия. Глава Северского района Андрей Дорошевский предпочитает узнавать о проблемах муниципалитета не из отчетов, а во время рабочих визитов. Такие объезды помогают понять проблемы и нужды в каждом поселении и отрасли. Максимальный эффект дает взаимодействие с жителями. Благодаря этому у администрации есть понимание, какие проблемы необходимо решать в первую очередь. Дело в том, что нам кажется, что здесь мы сидим в кабинете, надо сделать одно, второе, третье. А когда посоветуюсь с людьми, оказывается, надо это делать, но не в первую очередь, а может быть во вторую, в третью. А людям, может быть, надо что-то другое в первую очередь сделать. И корректировать эти планы совместной работы с людьми, с избирателями, с депутатами, получается достигнуть того, как говорится, компромисса. Работники местного самоуправления стараются делать все возможное, чтобы жизнь каждого жителя Северского района была комфортной, безопасной и насыщенной только позитивными событиями. Работники местного самоуправления